...ранней стадии игры. Ну, довольно-таки неплох. Nature's Profit, даже и без нюков, действительно, на ранней стадии игры. Но и все-таки нюк-то у него какой-никакой есть, такой вот этот ультимейт. Хотя его использовать тяжеловато, вот именно как нюк. То есть он слишком большой кулдаун имеет, но где-то в гангах, я думаю, поможет. Тем не менее, проблема все-таки остается. Потому что если мы посмотрим на Нипов, то тут Лина с Зевсом на двоих имеют нюков в 4 раза больше по урону, чем Элайонс на данной стадии. Собирают в качестве Кэр. Вот такой вот герой. Да, учитывая то, что большая часть ДПС у нас идет от урона с руки, то есть от Дрорейнджера, Профита, Виндрейнджера, Несталкера, то выбор шикарен. Плюс 16 армора, это вам не шуточки. Вот, между прочим, очень многие обсуждали, точнее, многие обсуждали, когда у нас была супер популярна Банша в пике. Почему же, почему же продолжают пикать Весповская, раз мейджов и сливать игры против Банши, когда можно попробовать пикнуть. И за счет Крика просто получать гораздо меньше урона от физического, от физических вот этих атак духов. Собственно, здесь действительно против большого количества физики вот именно Крик Свена, ради которого... Ну, во всяком случае, не воспринимается так, что его берут ради Крика, потому что там урон с руки, но Крик сам по себе, он слишком хорош, чтобы его игнорировать. Я согласен. И тут еще он будет, помимо Крика, давать бурст для своей команды. В данном случае, скорость бега, потому что главная задача будет это просто сократить дистанцию с Дрорейнджера. Поэтому, честно, мне пик Нипов нравится больше, несмотря на то, что все слишком лейтовое. Ну, и в этом есть определенный плюс, то, что все слишком лейтовое, все слишком хорошо в лейте, главное выдержать начало. Итак, Аки будет играть ночение, Факин Мэтт играет на Найт Сталкере, Адмирал Бульдог на Фурионе, Пайкат на Виндрейнджер и Лода на Дрорейнджер. А у Нипов, Ханскин на Олени, Лимб, Зевс, Эра на Свинья, Селки Твич Доктор и Джонсон Фан на Аксе. Заходит в лес, да, заходит в лес, чтобы поставить Фрадицы, Бульдог чекает. Да, однозначно сильнее, а Лайенс только за счет крутой позиционки смогут победить драки. Кстати, вот она имеется опасной. Да, ой-ой-ой-ой-ой, выходит Мэтт, начинает танковать, как самый толстый, получает стан, Лина тут же падает, Каски очень плохо летают, Мэда срезает Эра. Размен один в один, Зевс очень больно дамажит своими молниями, пытаются пожечь Пайкат, он убегает на Вендране. Ну и в итоге один в один размен, в принципе, неплохой для команды Альянс. Ну, очень была странная драка, то есть Акс, он вообще почти ни в кого не кинул свой Баттлхангер, хотя они должны были забирать минимум двоих. Свен очень долго ждал, чтобы дать свой стан тому же Найсталкеру, в итоге его герои раньше забрали. Ну и в целом как-то неуверенно себя чувствовали, то есть такое ощущение, что это у Альянс были нюки, а они должны были бегать от них. Ну я тебя так немножко, не то чтобы поправлю, просто Акс, когда драка начиналась, он был вот здесь вот. То есть очень сильно разделились, и как раз сами себе эту всю позиционку испортили. Стан, цепляют Аки, могут его вполне убить. Да, Вичдоктор-то у нас, Вичдоктор без сапога, но просто забегают Аки у нас. На Фидиал в итоге 2-1, и мы видим, что снизу поставлена трипл-линия, которая призвана здесь гнобить, но гнобить не Дровку. Дровка вовремя перетягивается на топ, оставляют здесь Адмирала Бульдога. Адмирал Бульдог, к слову, находится в потрясающей форме, я думаю, потому что, несмотря на то, что он уже не профессиональный игрок, он очень много стримит. И вот такой по карьере стримера пошел. Ну и, собственно, естественно, он много играет, и много играя, он сохраняет хорошую подготовку. В общем-то, здесь, я думаю, что это не будет сильно каким-то минусом для Alliance. Во всяком случае, пока что все, что они себе привезли, это все чистые их ошибки. Йонусом Фэн, кажется, он сейчас умрет. Да, так и есть. Последний удар Night Stalker. Night Stalker забирает фраг. Так, тоже ошибочка, в итоге у нас 2-2 счет становится. Ну и что можно сказать по такой вот расстановке линий? Снизу терпит Фурион, но как бы его тут тяжело зацепить, и, в принципе, он свой фарм какой-то выносит. Чен потихоньку фармит Леса. И сверху линия явно посильнее у Alliance. Мне кажется, линии у них чуть покруче смотрятся. Как тебе? Ну, они сейчас первое, что делают, это использовать силу Фуриона. Моментальная мобильность. То есть, если, не дай бог, Нипы будут двигаться, там, вверх или вниз, то им придется пробегать огромную часть карты. В то время как Фурион может спокойно тпшиться. И понимая, что, ну, раз уж законтрить будет очень тяжело, то лучше поставить АБК, то есть мы видим, да, не совсем адекватные дабл-линии. То есть, доктор Акс и Линус со свином, которые будут, ну, выфармливать свои лвла. Я бы сказал, что, ну, у Alliance пока все пожёще. Сверху Акс подойти не может. Вообще никак. То есть, тут двойное замедление от Найсталкера Траксы. В центре Виндрэнджер будет стоять и так же ничего не сможешь сделать. Ну, а снизу, вот, стоит Адмирал Бульдог, и он, мы видим, свою имеет. У него даже есть такой хороший вариант. Ты можешь в любой момент просто вызвать пеньков, пойти в лес, начинать фармить. Вот эта вот суперагрессивная дабла, она не скажет тебе ни черта. А один саппорт из леса тебя не выгонит. Сверху Джонсон Фан продолжает агрессировать. Лода получает, ну, значит, такой необычный билдер предпринял для себя Акс. Просто миллион замедлений и старается захарсить лоду, но, по-моему, это так себе. Просто переводит ману. Ну, уж вкачал бы тогда Батл Хангер на максимум. Чё уж там, он монокост остаётся прежний. И снизу. Но, учитывая, что дровка доняет хорошо крипов, да, нападение на Бульдога. Забегают вперёд, нужно мансовать вокруг Тавора, и Драгон Слайвом добивает в итоге Ханскен. Бульдог здесь подставился. Всё же. Он подставился, но вот на таком раннем периоде игры ты можешь спокойно продолжать подставляться, потому что у свина маны немного. Вот мы видим, у него всего два болта. Ты можешь прямо сейчас сделать ТП вниз и продолжить харсить своими пиньками. И вот могу добавить то, что Адмирал Бульдог, он пока, ну, делает немножко странные вещи. Так, летит за курицей. Или не за курицей. Зевса закрывает. Перетяжка пошла, пауэршот, и забирают в итоге. Лина пытается раскастоваться, но Бульдог здесь явно приехал, да, Лина забирает его. Явно не стоило того, то есть потратили очень много, пайкат у нас умирает. Ооо, ну, теперь определённо не стоило. Такая ошибка от пайката, он развернулся на ровном месте. И в итоге 5-3, да. Не стоило, это не то слово. Это очень сильно не стоило. Вот в такой игре сапог на фурионе, он пока себя не сильно окупает, потому что, да, вроде бы он у него есть, но когда у противника очень много станов, ты от них особо и не побегаешь. Поэтому тут вообще было бы, конечно, приятно себе просто закупить базиль. Можно уйти так сверху, выгнал лоду. Лоду у нас попался в сети, который Джонсов анметил. Вырывается сюда, факинг мэтт, забирает Вич Доктора и бегут дальше. Пайбэк, тем временем Шекл не попадает. Йонус Мфэны сейчас будут замедлять, замедляет его Найт Сталкер, идет дальше под вышку. Но сейчас может просто отъехать от Тавара и отъезжает его, поет бутылкой. Нет, все-таки выживает. Но здесь слишком много ресурсов потратили. В итоге размен получился один в один. Но лода байбэкнулся непонятно вообще зачем. И это все в большой минус. Я тоже не понимаю. То есть, по-моему, Нипы у нас сейчас дают. Учитывая то, что у них пик-то так будет и по Лейтове, и Алайн срочно нужно собраться. Вот, например, есть Чен, который, по-моему, не сделал еще ни одного выхода. Хотя, я думаю, он может с тем же Найт Сталкером ночью. И с поддержкой Фуриона, ну, может рваться легко. И пора бы ему, ну, показывать экшен. Пока он не может найти себе место. Да вообще как-то Алайн с не особо могут найти себе место. А Нипы просто спокойно переживают вот эту начальную стадию, в которой они чуть послабее. Но даже этого незаметно, на самом деле, потому как они все делают. Ну и в итоге Лина опять стягивается вниз. Опять здесь Фурион. Да, Фурион действительно получается. То есть вот берется-то он для чего? Чтобы взять как-то быстро там свой третий. И мог он прилетать и трипле помогать, и какой-то там дабле помогать, и делать ганги. А в итоге он вроде как пятого левела, но абсолютно бесполезный. И никуда прилететь не может. Потому что ни там ничего не сделать, ни тут ничего не сделать. И еще и Зевс, который сейчас уже шестого уровня сам может тебе послать подарок. И самая жесткая фичка того же Адмирала Бульдога на НТ, когда он играл на этом Фурионе. То есть если у тебя дела идут не так хорошо, то ты можешь спокойно уйти в лес. Но тут мы видим то, что есть Чен. Поэтому самое адекватное, это вот то, что они начали делать сейчас. Собрались втроем. Нападение на двоих товарищей. Минус один. И еще минус второй. Подключается Фурион. Вот он. Вот и на глобал стратегии начинает работать. О, хорошее подключение от Фуриона. Проедает елку, но Шекл и Ханскина привязывают. Ханскина добивают. Великолепная перетяжка на топ. Здесь глобал стратегия оправдалась. Ну вот ты сказал по поводу Бульдога, что он уходил в лес. Но я так скажу, что когда Бульдог уходил в лес, саппорты говорили, о боже, наконец-то. Потому что он так сильно мешал на хардлинии. Он не давал отводить. Он не давал вообще ничего делать. А тогда это было гораздо более важно, чем сейчас, потому что это был не маленький, а средний кэмп на отводах. И можно было очень быстро поднимать левел. Но здесь мы видим, что Элайнс все-таки свой первый выход реализовали. Это действительно очень важно, потому что если бы они не смогли реализовать себя сейчас, вот в ближайшее время, то как они собирались бы выигрывать дальше, непонятно. Против такого пика. Потому что вначале-то Элайнс смотрится помощнее. Но дальше такого сказать нельзя. Они слишком немобильные. Мобильные, вот этот именно Чен, к которому они все время привязаны. И пик такой действительно, вот без нюков. То есть даже если ты кого-то цепляешь, нету никакого бурста, нету ничего. Все, что тебе остается, идти в лобовую атаку. Чен, нападение, стан по крипам. Пошли каски. Какой потрясающий шекл. Бульдог тут же. Пауэршот не очень сильно задамажил. Однако минус Вич Доктор. Ульт. Зевс забирает Чена. Дроу Рейнджер забирает Лину и пытается убежать. У нас Бульдог. Два в один размен. Отличный размен для Альянс в очередной раз. Хотя забрали, в общем-то, они всего лишь навсего двух саппортов. Но все равно это гораздо полезнее. Не было до этого. Стоит отметить шикарную игру Пайката, которая вот буквально за 2 минуты игры совершила глобальный переворот. То есть у него 3-1-2 фактически все киллы, которые он получил сверху. И, ну, Зевс немножко отстает. Потому что у нас Альянс уже забрали Тауэр. Ну, парень не двигается. Начинать вообще некому. То есть посмотреть, то Акс и Свен, они чувствительны к Блинкдаггерам. И вот я до сих пор не понимаю, почему Акс не уходит в лес. То есть у него есть очень бедный саппорт. Это Вич Доктор. Вот он бегает. Он не может фармить лес. Он не может гангать. Он толком ничего не может делать. Так же Лина. Ну, Лина, слава богу, 6-й левел. И он продолжает фармить на Лине. И вот если оценишь, да, то у него, в принципе, ничего такого нету. У него, во-первых, мало того, что не может добить крипов с Топориком. Я, в принципе, тоже так делаю. Но, блин, он уже все-таки профессиональный уровень. И вот только сейчас он решил уйти в лес. Все, вот теперь Нипы готовы реализовывать. Слушай, Топорик на Аксе, я так понимаю, больше против Фуриона куплен. Но, тем не менее, фармить-то он должен помогать. Он должен, главное, свои леса фармить. Пока Джонусон Фан ведет себя эгоист. А тем временем Нипы зашли во вражеский лес. И, по-моему, они это зря сделали. Ну, пока что отпускают здесь Эру. Хотя Найт Сталки рядом. Винд Рейндж уже забирает Лину, которая где-то там заходила в спину. Но, в итоге, лучше бы она этого не делала. И спокойно расправляются. Да, Элайн здесь в свой лес зайти вообще не дает. Ну, и мы видим, что уже почти Мека есть у Чена. Ну, идти на Сумонов, по-моему, на такой стадии игры. И, учитывая то, что у Рога Чен уже в 6-го левела, идти воевать с этими Сумонами, это неблагодарное дело. Поскольку мы видим, какие у нас ребятки. Да, вот тут Вичдоктор бегает 600 хп. А тут бегает Кентаур. У него 1300 хп. За ним еще 1300 хп. Еще 1300 хп. Тут, в принципе, 4 крипа имеют. 4000 и на троих 150 дэмэджа. То есть, никаким образом, Непы сейчас, даже если зайдут пятером в эти леса, они ничего не сделают, пока мы не увидим качественной инициации от Акса. А Аксу еще нужно очень много времени для того, чтобы этим начинать заняться. И время бы похолодиться. Они зря идут в агрессию. То есть, вот тот же Свин, который стоял на сложной линии, мы вот смотрим, да, но он, по-моему, сейчас вообще ничего не предъявит. Он просто бегает по замесу и не может никого ударить. Ну, вообще, нюков не так много, но очень много дизейблов и очень много суммонов у Элайнс. То есть, вот главное даже, я бы сказал, суммонов. То есть, количество суммонов здесь является... Так, тем временем, в инвизию у нас пайкат. Ставится сентри, пайкат, проклинают его, Зевс дает молнию, поджигают. Стики сразу же выпивает, это очень правильно против Маледикта. Но, кажется, если Маледикт здесь ньют, его сейвят до конца, что творится? Шек, он не дает сагрить, но в итоге умирает. Ну, это была, на самом деле, шикарная погоня. Он еще отпевался по ходу дела и почти получилось. Эра. Ну, вот, что творится с Свином. Вышли крипы, выходит Форион, спроты почему-то не юзают. Может быть, так решил? Да, решил сагрить. У него топорик. У него топорик, поэтому он не юзает сприты. Он просто сосредоточился на бодиблоке. Это очень правильно. То есть, вместо того, чтобы поставить какие-то... Так, тем временем выход. Тот самый выход в Смоках. Чен. Будет ли... О, каска все-таки пролетела. Посмотри, что они творят. Ой-ой-ой, что вы сделали? Зачем вы встали в кучу? Это же Чен с кентаврами. Какая ошибка. Закрывают Лину. Топорик у нее нет. Стану у нее нет. Она пытается сделать телепорт, но не успевает. Это, да, это Нипы. Это провал, на самом деле. Нипы, по-моему, первый раз против похожей ситуации. Ну, против похожей связки играют, и они негодуют. Как так? Как кентавр обладает ауешным станом. Что происходит, да? Ну, действительно, подставились очень-очень жестко. Причем там позиция была крайне неудачная. Да. Ну, и эту игру я точно в датаскоп не буду. Но вот я реально задумался о том, что Нипы, они все время исполняют что-то такое, знаешь. Вот гайд как никогда не нужно делать. Очень часто бывают у Нипов. При том, что команда, которая, в общем-то, имеет неплохой винрейт и является командой, скажем так, высшего класса, играет на мейджор-турнирах и далеко проходит. Ну, я добавлю, да. То есть основная мораль в чем-то, что только что здесь убивали твоего героя, убивал его там где-то ну, не меньше трех героев, то есть там их было почти четверо. И вы идете в атаку, вот на это все. В итоге мы видели, как один саппорт, он остановил атаку врага, и он заставил их бежать, и при этом он еще выжил. Это фантастика. Что еще сказать? Да. Это неумение пользоваться разведданными, можно сказать так, потому что не сказать, что разведки тут не было. Ох ты, Акс. Акс сейчас сильно удивится, на самом деле Фурен тоже. Нет, он видел, он видел то, что Фурен пришел, но далеко крипы в итоге у нас. Ага, Акс у нас просто решил забирать всех крипов, неплохо. Джонасон Фан, привет. Джонасон Фан, здравствуйте. Что вы делаете, Джонасон Фан? Гениальная игра Джонасон Фана. Был топорик, кстати, которым можно было проесть елки себе и побежать просто дальше попробовать. Но что-то как-то не пошло. Ну, в общем, да, Нипы вроде бы так хорошо начали, но сейчас они отдают сопернику преимущество. И еще и у нас Мэтт уже начинает убивать людей. Вич-доктор падает в лесу. Подстреленный. Ну и в итоге, Лайонс, что у нас? 15-8. Они начинали со счета 8-5, по-моему. Да, делают очень много фрагов. Забирают вышки и преимущество растет. И теперь останавливайте, пожалуйста. Слен, у которого БКБ до сих пор нет, возможно, ему даже блинки, я не знаю, здесь нужно покупать. Хотя, если он не купит себе Мом БКБ, у него не будет урона. Он действительно покупает блинк, потому что... Он сует-сидер. Ну, потому что что-то надо делать, потому что как-то в эту пачку надо врываться и бить героев. Он в жизни не забежит против Чена с каким-нибудь троллем или кентавром в драку. Но раз Джонс и Умфан не справляются с инициацией, то нужно будет Эре этим заняться. Ну, кстати, у него блинк-то уже есть. Вот, посмотри, Чен уже готов, на самом деле, к вбеганиям свына. У него три замечательных крипа. Он может простоять просто 6 секунд в оглушении, если сделает всё плохо. И так, значит, если призадуматься, Чен этого свена может, в принципе, в соло унести. Ну, скорее всего, так и будет, если свен подставится под эти станы. Но вот, тем временем, у нас на Эру нападают. Пауэршот теряет много хп, но живёт. Хотя, конечно, страшно было в какой-то момент, я думаю. И подтягиваются к верхней линии. Здесь идёт пуш, что Бульдог собирает? Ага, Сайланс. Сайланс... Это неплохо. Три кастера. Я думаю, они заткнут. Раз стан. Два стан. Три стан. Сумоны побеждают Вич-доктором. Сумоны, почти не потратив ничего, да, по пару станчиков убивают вражеского суппорта. Да, нападение на Бульдога. Ага. Да, тут Бульдога. Бульдога загуляла. Так вот, это при том, что они ещё, ну, они ещё и танковать могут. Ну, и сам Чен может очень много делать. Джонасон Фан, как обычно, его нашли. Или он нашёл врага. Скорее всего, он нашёл врага. О, боже, что он там делал вообще? Ну, он как бы сплит пошёл, несмотря на то, что только что здесь убили Вич-доктора и Кентавра, просто обошли его спину. Но это не суть важно. Суть важно в том, что Джонасон Фан, по-моему, если он играет, ему, по-моему, заказано играть каким-то миньором, когда в доте, когда его добавят. Это вот будет, наверное, его герой номер один, потому что столько... Вот, я знаю, он купил блинк, да, посмотри на его счёт. 0-4-2. Он купил блинка, что он с этим блинком сделал? Вообще ничего, он только напитывал. Ну, ни одного врыва с блинка не было. Тогда уж можно было смело собирать себе вангуард и продолжать танковать, потому что сейчас вот его блинк, он отменяет тот... Ну, так, силкида нашли. Мэтт у нас забирает силкида, его также разобрали. Силкид, он... Ну, силкид слишком... Ему что-то надо покупать, потому что я специально посмотрел, сколько же у него там хп, что его с ума назабрали. 600 хп, это слишком мало. Мэтт втанковывает очень много, выпивает стики, ульчена, Мэтт бежит дальше. Мэтта просто не остановить. Акс, агрит Савуха, но это не та цель. Ну, хоть Савуха, ну, хоть кого-то, давай заберём сик-команды, Сашечку. Эх, Савуха. Савуха донелил. Савуха донают в итоге. 19-9. Да, такое вообще... Alliance просто идут и не верят своему счастью. Я даже не могу сказать, что Alliance прям как-то круто играют, но они просто идут и пушат, что в этой стратегии. И самое удивительное, что Нипы сами всегда играют такой стратой, они должны знать. Они играют ей вот именно так, если им позволяют. Именно так прямолинейно. Они просто идут и сносят соперника. И единственное, о боже. О боже, 4 кентавра. Я не знаю, тут без БКБ. Как думаешь, Савяна осилит он? Он, по-моему, Савяна осилит теперь. Так, ну что у него там? 1200 хп. Не, ну мне кажется, совсем-то не осилят. Но вообще это жёстко, да. Это, конечно... Ты же видишь как... Что? Ты же видишь их урон, да? Ну да. 10 урона. Можно смело собирать какие-нибудь, не знаю, драмы и ускорить их, ребят. Ну да. Не кратчьи, драмы, чтобы дополнительные ауры они будут месить. Кстати говоря, отличный выбор был. Вот в итоге у нас что? Ночь закончилась. Alliance у нас решили отступить. Понимаю, что сейчас ни в коем случае нельзя офидить. 10 тысяч голды, 15 тысяч хп. И наконец-то... Хотя нет, не наконец-то. Почему-то непы бегут вместо... Ну, без окса они бегут. Какое-то странное занятие. Вот сейчас вот вард палит окса. В результате... Это не в кайф. Почему? Потому что Sven вместо того, чтобы фармить, он бегает. Старается загангать какого-то противника. Видимо, вообще совсем джунусов она кикнули. От стаи отбился. И он начинает стараться собирать непонятные вещи. Вот как ты думаешь, что собирает Эра? У тебя тоже висит всё. Да, да, у меня тоже немножко подлагивает. Дотка. Новая патч, все дела. Я уж просто тут... Да, говорит, Найс, спайк. Видимо, у всех она висит. У меня, знаешь, у меня есть такое ощущение, что сам Эра уже отчаялся... Танковать на максимум. Что-то игра по... Да, но успели её запаузить. В общем, будем ждать, когда она придёт в себя. Но у непов всё действительно плохо. Единственное, что их может спасти, это старый патч, в котором... Насколько я понял, и так подсчитал примерно, ну, то есть в новом-то будут гораздо меньше вот такие вот камбэки совершаться за фраги. Во всяком случае, если ты убиваешь саппорта, тебе не будут давать много. Только за каких-то керри героев. И то будут давать меньше. Вроде как. Ну, я могу сказать, что самое главное... Ты про новый патч? Да, да, да. Вот. Это самое главное отличие от того, что когда ты делаешь байбэк, все твои заработки в течение 60... Там... Все твои заработки, по-моему, в течение 60%, в течение времени, который сделан байбэк, режешься на 60%. Это очень важно. Потому что до этого всё время ребята у нас байбэкались, убивали, и вот они уже все в плюсе. А сейчас даже если ты отобьёшься от врага, то, по-моему, ну, плюс выйти почти нереально. То есть фармить теперь можно крипов, как бы, и ты будешь за них получать золото, в отличие от того, что раньше. Но меньше. И самое главное, скиллы меньше. То есть байбэкнуться, переубивать и получить много золота не получится. Не говоря уже о том, что само золото само по себе будет даваться меньше. И будут бафаться скорее герои, которые нищие. То есть вот, например, если бы Вич-Доктор в новом патче вот такой вот сделает кучу киллов, ну, и где там команда... Там, да, там будет много. Но при этом ничего не получит Свен. Ну, точнее, гораздо меньше получит Свен. Это тоже. Ну, я не знаю, тут Нипам что-то нужно придумывать, потому что у них есть вроде чем отспамливаться, но всё уже тут... Поздно пить боржоми, потому что их уже пушат так жёстко и так сильно, что никакие отспамы не помогут. У них осталось две вышки. Не торопятся ещё и Элайенс. Они вот очень круто делают. Они стянули всех на эту нижнюю линию в панике, выдирая на себе волосы Нипы сюда прибежали. Как же мы будем дефиться, надо подготовиться, вышек всё меньше. А Элайенс просто отсюда уходит. И они идут непонятно куда. Ну, непонятно для Нипов. И выигрывают кучу времени. А Нипы, вот эта вот троица, например, она не фармит ничего, она фармит пеньков Фуриона. Акс просто в такой игре, он запрыгнет и умрёт. Это всё, что он может сделать. Он даже если не запрыгнет, он всё равно умрёт. Он не запрыгнет и умрёт. Но если он не запрыгнет, то это просто ГГ будет. Мэтт находит. Сейчас хороший выход. Каски находит Лину. Лина падает. Маледикт. Ульдзевса. Отличный ультимейт от Фуриона. Сайленс на Аксевича. Акс умирает. Вичдоктор умирает. Да, и ульт Чена в итоге всё завершает. Зевс уходит на блинке. Пытается его догнать в пайкат, но не удаётся. А где Эра? Эра фармит. А, Эра ещё и ультимейт прожал. Ну, на самом деле, если бы это всё видели, игроки команды Айлайнс, они бы спокойно сейчас зашли. Да я думаю, что они и так спокойно зайдут и сломают. Потому что ответить им просто нечего. На это всё безобразие. Приятный вот пик, когда ты доминируешь. Тауэр падает в одно мгновение. Ну, вот это вот Виндрейнджер очень много даёт. Особенно под дровкой. Да и дровка сама по себе. Всё много урона физического именно. Бывает такой пик, типа там Зевс, Лина и кто-то ещё, что вроде ты соперника месишь, а Тавра убивать нечем. Свен врывается. Стан по двум рейнджерам. По Винд и по Дроу. Падает один барак. Ну и всё. Да-да-да, их спасают. Их спасают. Хила ещё нет. Есть Мека. Кентавры идут в атаку на развороте. Мэда цепляют. Мэда пытаются продать. Продают Мэда. Но успевает забафать всех Акс. Акки уходят. Нужно вызывать крипов. Крипы в итоге остаются здесь. Цепляют. У нас ещё и Пайката. Пайкат. Сможет ли убежать? Нет, не сможет. Просто забили его руками. И тем временем Кентавра. Это последняя их битва. Хотя они могут ещё уработать Вич Доктора. О боже. Он еле выживает. Только благодаря хилу. А тем временем Бульдог спушил. Плюс. Нижний Тавр практически. Плюс 3000 за 2 кило. Неплохо. Блинные циферки, да. Мы, правда, наверное, ведь будем наблюдать их уже в последний раз. И слава богу. Слава богу, да. Очень скоро закончится этот беспредел. Нигде подобных камбэков. Но Непэ всё ещё могут, несмотря на это. Всё ещё могут Непэ сделать своё дело. Потому что даже несмотря на то, что их сейчас нереально давят, есть небольшой минус. То, что Алайн всё ещё не успели нафармить все БКБ. Ну, в данном случае это касается вот Лоды. Лоды и Виндрэнджер. Пока БКБ-чик нет. Да, можно ворваться. Всегда можно дать хороший кол. Дать шикарный станчик АТР и проказ с Лейнезисом. И вот тогда всё будет хорошо. Но как только БКБ-чики появятся, я, честно говоря, не знаю, чем будут не поубивать своих врагов. Слушай, мне кажется, Эроту недооценили. Он реально собирает такую штуку приятную, которая забафает ему и урон, и скорость атаки, и команду. Это Кираса. Мне кажется, это отличный выбор в такой ситуации. Потому что физики много, нюков мало. И Кираса — это чуть ли не лучшее решение. Другой вопрос, что одна сама по себе, она здесь уже вряд ли спасёт. Нужно как-то круто скомбинировать. И ещё могу добавить то, что собирать её через Chainmail и Platemail — это очень много. То есть намного ярче смотрится какой-нибудь Топорик и Гиперстоун. Чтобы фармить больше, да? Ну, побыстрее, да. Потому что у него Нетворс, ну, очень маленький. Он уступает Двендрэнджер. Дровки с Фурионом слишком много. В принципе, он по Нетворсу идёт на уровне с Ченом. Вот Аки. Аки и Чен. Помнишь, мы рассказывали про Аки и Чен, у которого побед на Чене больше, чем у Климента сыгранного в официальных играх? И каким-то образом этот Чен у него в руках снова оказался. При том, что Alliance совершенно не стесняются брать его на ФП. Ну, он так вот, то есть об этом говорили, опять же, там, на аналитике с ЛТВ, что он немножко подздал. Я, в принципе, согласен. Но, скорее, здесь дело не в самом Аки, а, возможно, дело в том, что всё-таки Чен требует от команды очень такого чёткого рисунка игры. Ну, и здесь, когда всё получилось, там, Аки, как бы, палец в рот-то не клади. Он сделал всё очень круто. Фокус не повесился почему-то на Рошана. Видимо, сбил Линку каким-то образом. Но, собственно, это не сильно расстраивает Альянсов. Они быстренько забирают Рошана. И остаётся просто пройти по Миду. И закончить. ВКБ есть уже у Дровки. Виндрейнджер забирает Аегис. Тут же Смоук прямо на варде. Ничего не пугает абсолютно. Ну, и Нипы, они даже вот такой пик, они даже ничего засплитить не могут толком. Это так печально. Просто ужасно. Ой-ой-ой, находят Силкида. Находят Лимпа. Он... Как же вас тут нашли, ребята? Да, это, видимо, Найт Сталкер с Аганимом делает свои дела. Находят одного, находят второго. Ну, и теперь надо как-то отбиваться без Зевса и без Витчдоктора. Но, с другой стороны, не так плохо. Дровкинджер оставили проезжать в своё БКБ. Сейчас она пойдёт пушить, у него этого не будет. Витчдоктор у нас появляется быстро. Зевсу тоже, да, дефы недалеко. Но и небольшой спейс всё-таки выиграли для того же свина. И, кстати, по-моему, мы с тобой всё-таки недооценили Эру. Он всё-таки реально сделал Блэдмейл. Он сделал Блэдмейл и Плэдмейл. Ну, да, это странно. А тем временем Йонас Умфан пытался спрятаться от Найт Сталкера с Аганимом. Но это очень тяжело сделать. Потому что он видит всё абсолютно. И Свен будет врываться. С Блэдмейлом атакует Пайката, у которого есть Аегис. Пайкат успевает нажать одну кнопку и умирает. Но слишком много в него потратили. Вообще всё, что угодно. И сейчас Альянс будет месить. На развороте Пайката. Тут же отправляют домой. Пайката захиливают. Он дома. Ничего не потратили Альянс. Вообще. И Пайкат уже летит обратно. Сразу же. У Свена нету маны. Нету вообще ничего. Выходит тролль. Цепляют Найт Сталкера. Мэтт здесь, пожалуй, загулял. Сетка. Возвращается Дровка. Возвращается ВР. Выкупается Сталкер. Будет ли какая-то ночь или что-то. Нет. Просто аккуратненько. Аккуратненько продолжают пушить. Ну и действительно, Фортификейшн есть. Но вышка слишком битая. Сейчас зайдут все эти сумоны. И просто покарают. И Тавр, и Бараки. А Дэфицы уже нечем. Всё потрачено. А Блэдмейл какой-то странный выбор вообще. Есть шанс на Руфакса. В очередной раз Пайката. Убить его до Блэкингбара. Если он не снесет тебе базу. Давай, Джонсон, фан. Мы смотрим. Мы верим. Давай. Нет. Заколил Крепа. И по нему прошла молния. И он не смог... Нет. Или что это было? Почему-то он не смог ворваться и заколить. То ли Блинк сбили, то ли он просто вообще его не нажал. Врывается. Но Бульдог. Бульдог, который в инактиве вроде как находится. Успевает повесить Сайланд за считанную долю секунды. Да, шведы... Шведы всегда славились своей реакцией. Реакции потрясающие. Отправляют домой у нас. Нет, никого не отправляют домой. Или Чен, может быть, к себе призвал кого-то. Лоду, судя по всему, отправили. Потому что он уже на фонтане. Чен, скорее всего, отсюда не уйдет. Он срочно закупает Аганим и умирает. А тем временем Виндрейнджер убежал уже на полкарты. Вперед. Цепляют также Мэда. У него нету байбэка. Да, и Мэд здесь загулял второй раз. Ну, подфиживают. Алики подфиживают. Ну, честно говоря, я удивлен то, что Нипы ждали. Вам, ребята, сносит базу. Вы вот сейчас туда не вышли и хорошо подрались. А Лайнс даже убегали от них. Правильно? И они их неплохо подрались. То есть более-менее. Я считаю, что это было лучше в 10 раз, нежели сначала дать бараки и потом ринуться в замес. Не, серьезно. Если бы я сейчас вот игру смотрел одним глазом издалека. И вот глядя на эти билды и вот просто на то, как играют Нипы. Я бы подумал, что они играют каким-то образом. Это новый патч какой-то. Они играют через 2 оксап. Потому что Свен тоже краснеет. Но действительно непонятен выбор Блэйдмейла. Ты врываешься. Твоя задача. Пока соперник не успел ничего кастануть, вырубить как можно больше героев. Зачем тебе для этого Блэйдмейл? Потому что, ну, они-то все равно толще. Учитывая хил Чена, учитывая оверфарм, учитывая оверлевел. Ты никого этим Блэйдмейлом не удивишь. Ты не Акс. Тебя просто не будут бить. Они просто будут спасать своих тиммейтов и все. Но выбор действительно вот такой вот сделал Эра. И в итоге вторым Аксом стал. Ну да, бог ему судья. Мне больше нравится выбор Бульдога. Имея в своей команде Найсталкера, Дрон Рейнджер и Вин Рейнджер, мы видим то, что все бьются руки. Довольно-таки больно. В итоге он покупает Некробук, который будет усилять всех. В том числе и Кентаров, прошу заметить. Поэтому... Ой, кстати, посмотри. Лучше, куда он успел? Куда он успел? Аккин на фармите Аганим. Посмотри, Чен. Ну и успел. Арканы, Мека, Аганим. И вот это сейчас у него будет запарм. Я думаю, знаешь, немножко повлияло на это то, что, во-первых, он 5-3, 60 крипов имеет. И, во-вторых, потому что они сломали и верхнюю линию полностью, и мид полностью. И за Бара китаем, и за все вышки получили золото. Все-таки это довольно-таки немало. Ну и вот он после смерти успел как раз-таки, точнее, перед смертью закупить, потратить там всю голду. Ну и как бы этот гранитный голем сейчас это такой гвоздь в крышку гроба команды НИП. А как все хорошо начиналось. Так, вроде бы, линии поставили, ошибками воспользовались, все сделали. Но он НИП, да, конечно, сами себе здесь все привезли абсолютно. И вроде уже собирается как нужно Ханскин. И два брассера есть, и Юльчик есть. И у Вич-Доктора там, да, у Вич-Доктора хотя бы ПТ-шка на силу. Но, ребята, это уже поздно. Выход. Все спалил Волк и Кентавр. Кентавр не успевает дать стан, просто запирают Юносом Фэн, он выталкивает. Эра с дабл дэмэджем врывается, не знает, кого ему фокусить. В итоге Эру просто привязывают, начинают бить. Фокус Найт Сталкера, Эра погибает перед Найт Сталкером. Акс включает Блэйд Мэйл, но минус Акс. Это 2 в 1. Нейчерс Профит полетел, хилится домой. Это 3 в 1 забирают Вич-Доктора. Ну и это, в принципе, ГГВП, что и пишет Ханскин. Вот такая вот у нас получилась первая игра. Напомню, что это игра второго раунда лозеров. За правый выход в третий раунд. Иными словами, когда начнется третий раунд лозеров, останется у нас на турнире 8 команд. То есть, по сути дела, очень такие растянутые лозера. Из-за того, что есть первый раунд, который играется вообще без участия венеров. И второй раунд также. 1-0. Что вообще добавишь по игре? Какое-то такое коротенькое резюме. То, что Непаму надо собраться. Они однозначно могут играть получше. Джонсом фанатит какого-нибудь такого уверенного героя. Пусть даже на клапперке играет. И ребята могут еще показать мастер-класс. Здесь было избиение младенца.